Алина Решетняк Куда и как подать заявку на осенний кубок 2022 узнаем у ведущего специалиста направления профориентации и работы с молодежью Корпоративного университета Алроса Анастасии Сокровольской. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вернее, давайте напомним нашим слушателям, что же это за такой чемпионат Кейс-Ин. Международный инженерный чемпионат Кейс-Ин – это международная система по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливоэнергетических и минерально-сырьевых комплексов. Задачи, которые стоят перед молодыми специалистами – это оценка и развитие профессиональных навыков, второе – это выявление лидеров среди молодых специалистов и привлечение молодых специалистов в компании к решению актуальных задач компании, методов решения кейсов. Лига молодых специалистов «Осенний кубок» у нас проходит ежегодно с сентября по декабрь. Скажите, пожалуйста, кто может принимать участие? То есть часто говорилось о том, что молодые специалисты – только молодые специалисты или нет? Всего у этого чемпионата пять лиг. Это школьная лига, лига рабочих специальностей, студенческая лига, лига молодых специалистов и специальная лига. Мы обычно принимаем участие в школьной лиге, лиге молодых специалистов и студенческой лиге. Сейчас мы собираемся принять участие именно в лиге молодых специалистов, то есть в которой могут принять участие все молодые работники компании в возрасте до 35 лет включительно. Как и куда нужно подать заявку? Подать заявку можно, написав нам в ВК «Активная молодежь Алроса» или написать мне Анастасии Сокровольской или моей коллеге Брусенской Юле. Также можно написать мне по телефону 8 913 493 6288. Вам необходимо направить нам резюме и написать, чем же вы можете быть полезны в вашей команде, если у вас какой-то опыт уже в подобных мероприятиях. А если вот человек нас сейчас слушает, понимает, что он хочет принять участие, но не уверен, что он готов, какие главные ключевые моменты, на что обратить внимание для того, чтобы понять, что ты готов принять участие? Вообще это достаточно непростой чемпионат, то есть уровень достаточно высокий, команды очень сильные. Желательно уже иметь опыт в принятии участия в подобных мероприятиях, ну или хотя бы в корпоративных чемпионатах по решению кейсов у нас такие есть. Может быть корпоративно-целевая программа «Потенциал Алроса» тоже подходит, они очень много подобных задач решают. Но если все-таки нет вообще никакого опыта, но есть очень большое желание, знание в экономической сфере, то это знак, что нужно подать заявку, и мы обязательно ее рассмотрим. Попробовать, да, хотя бы? Да. Скажите, пожалуйста, какие правила проведения чемпионата? Всем участникам на момент проведения чемпионата должно быть строго 35 лет, не больше. Если узнается хотя бы, что на один день человек стал старше, то команду дисквалифицируют. Также от компании могут принять участие не более двух команд в составе четырех человек. Замена разрешается один раз, но до защиты. Это главное правило. То есть в случае, если человек не может по каким-либо причинам участвовать, один раз можно заменить, а второй раз, если вдруг еще какое-то все, вся команда вылетает? Да. Скажите, пожалуйста, как проводится лига? Осенний кубок Лиги Молодых Специалистов проводится в очно-дистанционном формате. Первый формат – это дистанционный. В рамках отборочного этапа участникам направляется кейс на решение. Им необходимо подготовить презентацию и устное выступление длительностью не более шести минут. Кейс команды выдается от семи до десяти дней до начала их защиты. Заранее. Да, они должны подготовиться. Ну, кажется, что это много, но это достаточно мало времени. А если они проходят этот отборочный этап, они попадают в очный финал, который будет проводиться в конце декабря в городе Москве. Как вы уже и озвучили, то, что в прошлом году у нас участвовала команда, вот компания «Алроса», название команды «Кимберли». Это они заняли пятое место, чему мы очень рады, мы гордимся ими. Все девушки. Да, и они прямо показали, что нет ничего невозможного. Хотя у некоторых не было опыта. То есть вот без опыта, да, и все-таки... Да, но было желание. Но пятое место из семидесяти — это все-таки такая колоссальная работа, потому что, как я понимаю, конкуренты достаточно сильные. Да, и для того, чтобы принимать участие, наверное, нужно как-то заранее проводить подготовку. Сколько примерно времени требуется для того, чтобы подготовить свою работу, свою защиту? Ну, также, как я и сказала, дается кейс от семи до десяти дней, но этот кейс, если ты проходишь отборочный этап, он также и остается до финала. То есть если команда его уже смогла сделать, то есть у нее остается еще два месяца практически, чтобы подготовиться к финалу. Ну, то есть времени, в принципе, достаточно. Ну, достаточно, да, после отборочного. Скажите, пожалуйста, где можно более подробно ознакомиться с информацией, почитать, узнать, записать контактные данные? Три у нас есть такие возможности. Это ВКонтакте ОМС «Алрос» «Активная молодежь». Второе – это официальный сайт инженерного чемпионата КСН. Там есть положение, там есть лига, можно подробно узнать и даже посмотреть итоги прошлых годов. Или написать мне, как я говорила, Анастасия Сокровольская, и я отвечу на все вопросы. Давайте, наверное, еще раз продублируем номер телефона, если вдруг кто-то не успел записывать. Да, давайте 8-913-493-62-88. Анастасия, скажите, пожалуйста, принимали ли вы участие в таком чемпионате, или у вас были, может быть, такие мысли, или есть такие мысли на будущее? Мысли есть, желания тоже есть. Но когда с этим работаешь, как-то не остается времени, чтобы самому поучаствовать во всех мероприятиях, которые мы организовываем. Но вообще весь корпоративный университет с этого года активно принимает участие во всех мероприятиях. И мы хотим, конечно, свою команду выдвинуть в одной из лиг чемпионата КСН. Здорово. Будем желать, вернее, не будем, а желаем всем участникам удачи. А тем, кто еще сомневается, конечно, наверное, стоит сказать, что сомневаться не обязательно, нужно попробовать. И вполне возможно, тем более, что есть у нас такой замечательный опыт прошлого года, когда участники без опыта, причем одни женщины, смогли занять вот такое замечательное пятое место из 70 команд. Спасибо вам большое. Пришли, все подробно нам рассказали. Будем надеяться, что желающих окажется много. Спасибо большое. До свидания.